Искусственный процесс перетекания магнитогорских жителей из дорогущих торговых центров меня как создателя этого процесса радует. Еще более радует то, что денег у разумных горожан становится больше. Да потому что тратят меньше. Ну и самое радостное то, что дети магнитогорска это не обдергайки. Мало того, они безразлично относятся к прокатным машинам и игровым автоматам. То есть мама и папа перестали экономить на игрушках, потому что есть Орион. И это место вашего счастья. Счастье ваших детей. Потому что если ребенок счастлив и он себя не ограничивает в игрушках, то это очень хорошо. На детях экономить не надо. Вообще не надо. Потому что вот сегодня я взял в руки бритву и устроил себе замечательную сессию. Прическу под названием «Жилет МАХ-3». Какое счастье было на лице у моего сына. То есть каждый день надо что-то такое придумывать. И получается, что дай чихать на эти кредиты, на ипотеки. Другое счастье. Детское счастье нам нужнее. А как его поддерживать? Ну, хорошими игрушками, хорошим настроением. Для этого есть Орион. Здесь, на улице вокзальной. И правда ради, заметил. Есть сетевые магазины, да и просто магазинные игрушки, где много всего сразу. И возникает вопрос, а зачем столько всего сегодня и сейчас? Ну, допустим. Зимой у них большой ассортимент песочных игрушек. В Орионе, наоборот, все приводит как раз в тему. То есть началось лето. Естественно, в песочницу охота залезть. И в очередной раз, прямо сходу, выбрал машинку. Вот такой замечательный Hammer H1. Ну, для тех, кто чуть-чуть возраста повыше. Вот, попрошу довернуть немножко. Вот. Я же просил Орион привезти радиоуправляемый вертолет. И привезли. При этом, если где-то это стоит 2000, то здесь 900 рублей с небольшим. Ну, мне приходится, к сожалению, покупать игрушки и в других местах. Ну, потому что сын ведет себя хорошо, а папа будет плохим папом, если не купит ребенку. Вот тут маленькая проблемка. Орион работает до 5 часов. Поэтому, детишки, ведите себя хорошо с утра, и тогда вы успеете сюда. Ну, кстати, вот слабость у меня к железным дорогам. Купил недавно паровозик за 500 рублей. А здесь паровозик вместе с рельсами, локомотив, тендер, пассажирский вагон. 120 рублей. Отдельная просьба. Это радиоуправляемые машинки. Теперь я знаю, сколько они стоят. Замечательный автомобильчик. С подсветкой колес, между прочим. С четырехканальным радиоуправлением. Так, я отсюда, наверное, сегодня пешком не уйду. В смысле, я на машине-то уеду, опять багажник будет забит. Тысяча рублей. В других магазинах меньше двух ты не подходи. Да, тут еще вот мне понравилось. Снакошибательная, замечательная. Красивая пожарная машина. Так, 570 рублей. Детишки, в Орион. Вообще, писк. Ой, новинки от Ориона. Новые радиоуправляемые машинки. Они чуть-чуть подороже тем, что были. Но зато, вы знаете, вот так и всяк, и наперекосяк. И подлокотники вообще. Восемь с половиной тысяч. И теперь самое замечательное время. Бабушки, мамы, папы и ближайшие родственники. Ну, те, кому не безразлично ваше чадо. Время песочницы. В песочнице, как правило, собираются, ну, не один пацанчик. Так вот, для того, чтобы в песочнице вы не потеряли свои деньги, надо брать вещи такие дешевенькие. Что бы не жалко было. Ну, понравилась какой-нибудь девочке или какому-нибудь мальчику вот такая машинка. Да, дайте вы ее, потому что в Орионе ее можно купить за 80 рублев всего лишь. Ну, даже вот такие вот машинки, это чуть-чуть подороже. Вот два раза дороже, 160 рублей. То есть, набираем все это дело, вываливаем. Главное потом не забыть, какая из игрушек-то ваша. А то потом опять придется в Орионе бежать. Ну, кстати, в Орионе цен-то не сильно большие, поэтому приехать сюда вам надо обязательно. И мы так плавненько переходим в экспозицию под названием мультисекс. Ну, вы еще, дети, не поняли, что такое секс. Хотя, по-моему, все сейчас дети знают, что такое секс. Вот, то есть, есть игрушки и для мальчиков, и для девчонок. Поскольку у школы у нас лета, и без воды, ни туды, ни чуды. Но не каждый папа сможет вас свозить на речку. Вообще-то, как бы, ну, и речек-то у нас хороших нет. Это выход. Бассейны большие, маленькие, побольше. Теперь вам надо обязательно папу спасти. Потому что, если папа будет ртом надувать такой бассейн, то все, папы уже не будет. Либо ручные насосы, либо лепедрические. А еще в Орионе есть сегодня целый арсенал. Называется водные пистолеты. В наше-то время, представляете, ничего подобного не было. Наши брызгалки были, но самое лучшее это было из насоса велосипедного. Далеко стреляло. А сегодня и сейчас, не модно это, модные пистолеты. Вот такое у меня есть дома. Мы с сыном стреляем. Очень хорошая штука, кстати. Я лично проверил. То есть, вот так помпой качаешь, и этого магазина хватает, в принципе, минут на 30. Если играть в настоящую войнушку. Ну, а есть вещи поминутки. Тоже помпочка такая. Это вот откручивается, водичка наливается. Ну, это да. Это вот сразу троих можно поразить. Противников. Вот такие пистолеты. Вот такие. Здесь тоже. Ну, это прямо так вот нажимает и выстреливает. Тут ничего придумывать не надо. То есть, к лету Орион готов. Тоже понравилось? Тоже взял бы. Причем, даже не задумываясь. Электрическую розовую пони. Для девочек здесь тоже очень много чего есть. То есть, вот такая электрическая пони. И кто сказал, что только мальчики могут работать с электрическими игрушками? Насколько я помню, по-моему, Барби это было не у дешевого удовольствия. А кукушка по Барби слетает у всех. Ну, вот здесь прекрасные принцессы на фиолетовом коне. Вот. И это все начинается от трехсот рублей. В том числе, это розовая пони. То есть, девочка сейчас. Это не обременение семейного бюджета. Дети это вообще такие святые жизни, которые должны прийти, увидеть и победить. В смысле купить? В Орионе достаточный выбор? Ой, здесь замечательный выбор. Я уже с этим складом работаю порядка на пяти лет. То есть, дети не разочарованы. И возвратов даже по товару никогда практически не было вообще. То есть, здесь продукция качественная. И много большой сортина, большой выбор. То есть, можно с Орионом иметь дело? Конечно. Я уже работаю пять лет и не жалею нисполько. И буду продолжать дальше работать. И приобретать игрушки в Орионе. Чего и мы вам желаем. Ну, а проехать сюда проще простого. Все на север. На вокзал, то есть. Отсюда на запад, по старой Бановской дороге. Это место прямо-таки пропитано мечтами нашего детства о овощехранилище. Вместо алгебры и русского языка. Овощехранилище тогда с морковкой. И сегодня здесь чего только не найдешь. По смешной цене. Но мы-то ищем игрушки. Я специально вас сюда затягиваю. Благодаря чарам компьютерной графики, которым я владел достаточно давно. Потому что здесь, в принципе, много всяких магазинов. Есть игрушки. Там проезжаете игрушки, игрушки, игрушки. Но самое лучшее-то игрушки здесь. В Орионе. Вокзальная 5, дробь 2, склад 10. При этом, они не только лучшие, они еще и полезные для вашего кошелька. Потому что цены в половину ниже, чем в сетевых магазинах. Ну, там, в гостинке, там, где еще там есть. В джаз воле. И процент на 30, на 40 ниже, чем у других продавцов игрушек. Ну, а качество. И вот в очередной раз полный багажник.